Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Напоминаю, что в Твиттере появился аккаунт под названием L7Trade. И на этом аккаунте утверждается, что якобы эта страница создана именно владельцами-создателями L7Trade. А другие аккаунты, которые также носят имя L7Trade, якобы это мошенники. Но принадлежность данного аккаунта также остается под вопросом. Потому что буквально вчера они объявили, что был создан новый временный почтовый ящик. И выглядит этот ящик вот так на бесплатном сервисе Gmail. Как видим, что уже подозрительно. И хотя в предыдущих сообщениях они утверждали, что деньги находятся в безопасности, в этом сообщении они написали, что у нас we have big losses, то есть мы несем большие потери. То есть непонятно, с какого перепуга у вас потери, если деньги в безопасности. Дальше мы просим вас посылать сообщение на указанный электронный адрес. Мы не требуем никаких паролей. Благодарим за внимание. И вот буквально сегодня было опубликовано следующее сообщение. Уважаемые пользователи, мы рады сообщить о возобновлении работы платформы. Хайперская атака была остановлена. И мы планируем полное восстановление на 26 сентября. То есть на сегодня 5 часов вечера. 5 часов вечера по это международное время GMT плюс 4. По времени Сейшел. В тот момент, когда я записываю это видео, по времени Сейшельских островов по этому часовому поясу уже 18.22. То есть по идее уже время наступило. И буквально час назад появилось следующее сообщение. Уважаемые пользователи, новая хакерская атака наблюдается на платформе. Мы делаем все возможное, чтобы возобновить работу. Те, кто хочет покинуть проект, могут получить возврат средств, написав нам на вот эту электронную почту. И в теме письма напишите вот это слово return, то есть возврат. Благодарим за внимание. А вот дальше начинается самое интересное. Они пишут, для того, чтобы получить возврат, нужно сделать скриншот вашего последнего заказа. Почта, которая связана с вашим селфи-аккаунтом, с паспортом. Я уже говорил вчера, что это совершенно корявый английский. Трудно понять даже, что хотели сказать. Почта, которая связана с вашим селфи-аккаунтом, с паспортом. Вот как это понять? Ну, я так понимаю, что они хотят, чтобы вы, пользователи платформы, сделали селфи со своим паспортом так, чтобы было видно только ваше фото на паспорте. Спасибо за внимание. На мой взгляд, никакие селфи с паспортом отправлять на указанную электронную почту не стоит. Хотя бы по той простой причине, что на данный момент нет никаких доказательств, что данный аккаунт в Твиттере действительно принадлежит создателям, владельцам L7 Trade. То есть, просто есть некие тексты на корявом английском, повторю. Есть бесплатный имейл. Ну, спрашивается, если серьезная компания, у которой есть свои сервера, свои сайты, почему вы публикуете электронный адрес на бесплатном Gmail? Кроме того, как мы уже посмотрели, то есть, они заявляют, что уже должно все работать, платформа L7 Trade, но, как видим, так и не заработала. И более того, они сами же пишут, что хакерские атаки продолжаются, а где гарантия, даже если кто-то пошлет свои данные, например, или свой паспорт, селфи с паспортом, пошлет на указанную почту, а где гарантия, что эту почту не взломают, даже если поверить, что действительно эти хакерские атаки существуют. Поэтому все это выглядит очень подозрительно. И, на мой взгляд, на данный момент, ну, писать на эту почту можно, но посылать именно свои какие-то реальные данные, особенно паспортные данные, селфи, на мой взгляд, не стоит. Напишите в комментариях, что вы думаете по данному поводу. Относится ли этот аккаунт в Твиттере действительно к L7 Trade, или это какие-то мошенники, которые просто хотят собрать паспортные данные с людей. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.